Если развлекаться, то на полную катушку с морем соблазнов. Если влюбляться, то не задумывайся о морали и возможных опасностях. Зачастую именно такой сценарий приводит к неизлечимому заболеванию ВИЧ. Вирус иммунодефицита человека – это вирус, который передается от зараженного человека здоровому и поражает защитную систему организма. Иногда проходит несколько лет, прежде чем у человека, инфицированного вирусом иммунодефицита, появляются первые признаки болезни. Человек, в организм которого проник вирус, не ощущает этого и выглядит вполне здоровым. И нередко о своем диагнозе узнает случайно, когда сдает анализы перед какой-то плановой процедурой. Шок, отчаяние, приговор – как так? Ведь случайный контакт был так давно, в годы беззаботной и легкомысленной молодости. Как правило, один из главных таких страхов, что я не только не такой, как все, но я еще и в меньшинстве. Плюс, поскольку в нашей стране все-таки большинство пока не информировано о ВИЧ, и, соответственно, отношение к людям нетолерантное, люди опасаются агрессии извне. Статистика пугает. Еженедельно в Татарстане регистрируются около 30 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. За год выявляется до 1300 новых носителей вирусом. Если такое произошло и был поставлен диагноз ВИЧ-инфекция, то помните – это диагноз пожизненный, но не смертельный. С этим диагнозом живут до старости, в том случае, если человек наблюдается в спеццентре, потому как, принимая наши лекарства, он превращает свое заболевание в хроническое. Хроническая болезнь, когда слегка чуть-чуть немножко в моем организме что-то есть. И я это помню, знаю и лечу. И что теперь? Никакой личной и сексуальной жизни, никаких дружеских и семейных отношений? А если узнают на работе? Помните, ВИЧ не передается через общую посуду для еды, при пользовании общим туалетом, душем и ванной, постельным бельем, при рукопожатиях и объятиях, через поцелуй, через пот или слезы, при кашле и чихании. А самое главное в этой ситуации – дать грамотную информацию. К сожалению, на сегодняшний день население нашей страны рассчитывает, что это заболевание должно касаться только групп риска, что это заболевание должно касаться в основном молодежи. Хотя сейчас мы говорим о том, что боль из русского населения, оно инфицируется чаще, чем население молодое. Умирают не от ВИЧ, умирают от СПИДа. ВИЧ-инфекция – заболевание хроническое, которое требует обязательного медикаментозного контроля. Впрочем, как и все хронические заболевания – сахарный диабет, гепатит, астма. Только контроль не даст перейти ВИЧ-инфекции в стадию СПИДа, где любая простуда или насморк становятся смертельными. ВИЧ – не приговор, жизнь продолжается. Оно продолжается с существенными изменениями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова